Книга открытым оком. Тема богослужения. Вопрос 2066, 8 том. Вы несколько раз прочитали полностью все 12 книг жития святых. Можете ли указать такие жития, где нарушали церковные каноны умышленно, как бы этих канонов и не было? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Таких случаев тьма. Похоже, что они эти правила вообще не знали и излиставили ни во что. Все из отшельников при многое постоянно говорят о борьбе против гордости, о смирении, о покорности церковных властям. Но у многих проявляется столько нечеловеческой гордыни, тщеславия и превозношения, сколько жуткого неповиновения своим предстоятелям, когда им это выгодно. Столько презрительных нарушений церковных канонов, что уже ничему не удивляешься, что они могут прославлять и самоубийство, и убийство, и ложь, и клятвы произносить. И даже сегодня страшно опасно говорить об этом. Ибо выросшие на почитании мощей и мироточивых икон и других сверхсомнительных чудес церковных могут прибить тебя. А сами они или не читали житий, или просто ничего не запомнили, тем более не сравнивали прочитанное с Библией. Если каноны церковные считать за предания церковные, то от нарушителей этих канонов, кто бы они ни были, нужно бежать, закрыв лицо. 2 Фессалоникийцам 3.6 Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. За 40 с лишним лет проповеднической деятельности я еще ни разу не встретил среди православных, даже среди священников, ни одного человека, кто хорошо бы знал жития святых, Библию и каноны, и чтобы он сравнивал одно с другим. Вот примеры, когда ненаученные прихожане готовы в монахе отдать свое дитя с 5 лет, а это же не с улицы пришедшие, а чьи-то же овцы. Даниил Столпник 1 декабря. Примеры жития святых. До 5 лет отрок рос без имени, потому что родители не хотели сами дать сыну имя, но желали, чтобы тот, кто родился по дару от Бога, от Бога же получил себе имя. Поэтому они привели его в один монастырь, принеся сюда и дары Богу, и просили игумена наречь имя их сыну. Игумен, вдохновленный Богом, отвечал, что его надо назвать тем именем, который откроет сам Бог. Смотря на отроку, он велел подать себе книгу из алтаря церковного и, разогнув ее, нашел в ней некоторые слова святого пророка Даниила. Поняв из этого, что так благоволил сделать сам Господь, сам Бог, чтобы имя этого пророка дано было и отроку, он назвал его Даниилом. Сие же было предназнаменованием того, что отрок сей будет подобен великому пророку, как по имени, так и по благочестию. Родителям хотелось, чтобы их сын тотчас же был посвящен на служение Богу при этом монастыре, но игумен не согласился на это, потому что отрок был еще слишком мал. Петр Киевский, 21 декабря Святой Петр стал быстро понимать, чему учил его наставник. В скором времени он изучил все священное писание и превзошел в учении всех сверстников. Когда Петру исполнилось 12 лет, он ушел в близкие к месту его урождения монастырь и принят был в число братьев. Там нес он монастырское послушание, носил в поварню воду и дрова, мыл братьев в лосинице и ни зимой, ни летом нисколько не оставлял своего правила. Прежде всех приходил он к церковной службе и уходил последним в церкви, стоял с благоговением, прилежно слушая божественное писание, никогда не прислоняясь к стене. Наставнику своему всегда оказывал послушание и с готовностью служил братьев в смирении и молчании. По воле настоятеля он был произведен во дьякона, а потом и во пресвитера. Научился он писать и святые иконы, и когда писал, всем умом и мыслью удалялся от земного, и исполняясь богомыслия, ревно состремился к добродетельному житию. После довольно продолжительного пребывания в том монастыре, по благословению настоятеля святой Петр удалился в одно пустынное место и устроил себе обитель при реке Рати. Здесь построил он церковь во имя Спаса нашего Иисуса Христа, и в короткое время собралось к нему сюда много братьев. Предел земных волнений недалек. Прости меня, Творец любвеобильный, что долг святой, труд жизни непосильный, безропотный я совершить не мог. Что верой в жизнь и светочим науки не озарял я жизни и труда, что скорбь души, сомнения и муки не принесли могучего плода. Что твоего божественного дара я не сумел взлелеять семена, что искра в сердце тлеющего жара щитой была во мне заглушена. Не дай скорбеть о роковой утрате сил юности невозвратимых сил. Дай мир душе на жизненном закате. Дай веру мне, что я не тщетно жил. А.Н. Яхонтов. 1880 год.